Счастливая семейная пара Лидия Ивановна и Василий Андреевич Портовы с радостью встречают гостей и с удовольствием рассказывают о том, как 70 лет назад молодой моряк Василий пришел подгонять по размеру форму, а Лидия вышивала обмундирование для армии Карельского фронта. Так его и пришила на всю жизнь, шутит Лидия Ивановна. База у нас была здесь в Архангельске, ну и мы тут встретились. Встретились, значит, в Архангельске, это где-то в конце 49-го года, а в 50-м году мы поженились, я еще пока служил. Это сейчас они с радостью рассказывают о своем знакомстве, как бы случайно пропуская те ужасы войны, с которыми им пришлось столкнуться. Ну что из того, что мы годом не вышли, зато доросли до стандартов войны. А тогда, в 44-м году, совсем юным 17-летним мальчишкой Василий Андреевич ушел на фронт. Воевал он в Мурманске на линейном корабле Архангельск, тралил вражеские мины в Северных морях, за что был награжден медалью за победу над Германией. А его жена Лидия Ивановна поступила в фронтовую воинскую мастерскую Карельского фронта, которая передвигалась вместе со штабом по освобожденным территориям. Ее вклад в победу отмечен орденом Отечественной войны второй степени. А когда война окончилась, оказалось, что вчерашние мальчишки и девчонки только и умеют, что воевать. В 51-м году я демобилизовался. Призвали в 17 лет, а демобилизовали в 24. А что же я умел делать? Ничего. Я только умел воевать, как говорится, и тралил мины. Это тоже продолжение войны. Демобилизовавшись, Василий Андреевич сменил моря на реки и 40 лет отработал капитаном на речных судах в Архангельске. А его жена 27 лет проработала бригадиром в городском ателье номер 9. Сейчас у Лидии Ивановны и Василия Андреевича два сына, четыре внука и три правнука. У них большая и крепкая семья. Пожалуй, единственное, о чем жалеют супруги – о молодости, которая покинула их в 18 лет. Главное, чтобы у внуков и правнуков было чистое небо над головой, говорит Василий Андреевич. Валентина Скворцова, Екатерина Исакова, Владимир Орлов. Автограф дня.